здравствуйте уважаемые друзья сегодня 7 октября уже бессонов друзья мы да спасибо за поддержку канала средства за комментарии вашу точку зрения друзья мои ну вот сегодня 68 лет исполняется владимиру путину и вот я хотел бы пару слов сказать ну во-первых конечно путин это продукт целиком продукт смутного времени система его кстати с кгб выгнал крючков и там была проблема не политическая я слышал что он там был связан с одной из группировок которая гоняла машины через границу но потом когда он стал президентом якобы все все документы были уничтожены поэтому и так далее поэтому его без пенсии уволили его степчак пристроил к себе что он ушел под крышу нет ничего ничего подобного его выгнали из кгб его не был связан с кгб ну выгнали и ушел да то есть но он очевидно что ушел без пенсии то есть его выгнали по дискредирующим обстоятельствам или сам ушел ну тут там в те годы уже там развал был полный хотя надо дать должное кгб понимаете он нетипичный продукт кгб почему в кгб разные же были в структуре подразделения и как правило начальниками управления кгб это были чиновники партии там люди очень осторожные хитрые где-то подловатые тогда были чиновники и путин же понимаете он в ссвр пришел там своя специфика в ссвр там народ такой слегка такой не то что крученый но такой там задачи-то стоят совершенно другие все-таки внутри кгб она так сказать такая организация более бюрократическая и более юридическая поэтому вот эти начальники кгб они всегда были трусоваты немножко все боялись боялись закон и контролировали там десятки структур контролировала кпсс прокуратура контролировала и в общем-то в этом вот в эту смуту которую устроил ельцин вся эта компания ни один чиновник нормальный руководитель кгб он не смог там выпряжиться и сделать карьеру поэтому в основном приходили такие вот большие базуки типа путина которые из кгб в 90-е годы когда начался развал их повыгоняли конечно как в любом виду там были прохиндии свои и так далее ну никто кстати почему ну потому что руководство без пенсии никто не выгонит у нас один помню хотел уволиться борду отпустил там бухал все равно держали почему потому что страна ну куда его уволить ну надо быть социальные гарантии там и так далее системы была более сложная и в этой сложности такой потловатости хитрости ценить правовым нюансом она была сильна поэтому те чиновники они эту систему держали а путин был как раз вот из тех больших музуков которые так сказать поняли в 90-е годы что нужно срочно с бандитами рубить бабки да ну и в кгб никуда не играл вообще там опером старшим сидел на своем направлении и так далее но и вот это это как раз путин пример того что может быть со страной когда опер из кгб бесконтрольно может превратить страну вот в то что он превратил на следующий день путин самый богатый человек в мире да потому что он все деньги всех группировок под себя под сумму под 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 что называется подобрал все так сказать американцы 500 миллиардов я думаю по триллион этому больше все весь теневой бизнес этот опер вова такой в кавычках талантливый он так сказать все под себя подобрал ну и уничтожил все контролирующие прокуратуры нет ничего нет и если бы так сказать была прокурорская система то советская то конечно и он бы сидел в тюрьме но к сожалению такого не бывает поэтому вот пример тому что бывает когда опер кгб что называется бесконтрольно деловой немножко хитроватый становится государство вот что происходит поэтому конечно должны были быть партийные чиновники но все ее разрушили это были не реформы уже поэтому ну понятно что он хочет остаться в историю он хочет деньги уже не нужны ему хочется наладить куда экономику что-то дать людям но факт то что он делать это не может он оказался сейчас заложников той группировок которых он привез их пацанов которых он себе привел люди там у него бандиты ротенберги там просто квартирные жулики мошенники разбойники учене может кухон механика не могут создать а он их стал заложник он понимает что у тебя не может весь бизнес они так сказать становятся ключевыми звеньями так сказать в этой структуре поэтому выход один знаете шахматные доски все убирать на законных основаниях сажать их на скорее подсудимых разбирать но они так после не сдадутся убивают все делают вот такой вот такой эпизод переживает наша страна вот тут что может получиться когда бесконтрольный опер хитроватый на самом деле глуповатый кгб придет к власти его что превратит все институты фактически подчинены только ему все разрушено вот так он отмечает 68 лет но он понимает что тупик он понимает что развития никого нет да ему в принципе глубоко наплевать почему потому что он не ставит перед собой задачу развития он ставит задачу удержаться у власти уйти он не может потому что любой режим даже его окружение которое поменяется оно поставит вопрос чтобы конь не валялся все незаконно вот такой страницу мы переживаем поэтому тяжело страшно ну что поделать и оппозиции никакой быть не может потому что он не даст ее развиваться у всех таскать кто способен мыслить действовать управлять он их убирает это групп компаний публики она их убирает на подступах потому что ну путина вот смотрите допустим путина и даже примакову взять премьер муслюков был премьер и там какой-нибудь там мальчишка там как он потом фургустин или медведи лидима шпанали тех хоть экономику создавали заводы строили плановную экономику за довольно министерство управлять эти чё это шпана уголов и вот такая ситуация а не торги заложники там экономики не бдаль все все будет финиш потому что все издошено и ничего развивать они не способны ничего развивать ничего создавать они не способны вот такие дела спасибо ваш безвансий